Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать в Boneworks! Сегодня мы посмотрим на модификацию, которую добавляет новый функционал манипулятору-разработчика. Теперь мы можем фиксировать всевозможные объекты в пространстве, таким вот образом замораживая их, и, соответственно, никоим образом мы не сможем их сдвинуть. И инструментарий, благодаря модификациям, все больше и больше похож на Гаррис Мод. Мы имеем сварку теперь, благодаря модам, мы теперь имеем также фиксатор, и, надеюсь, эта функция тоже сработает на NPC. Сейчас мы с вами это дело и протестируем. Итак, спавним Форда, который готов принять удар на себя. Можно в таком случае даже невероятные фигуры строить из людей из Фордов. Так, ну-ка, давайте попробуем его развернуть. И затем, для того, чтобы зафиксировать какой-то объект, предмет, субъект в нашем случае, нам требуется лишь выбрать положение и нажать на кнопку B на контролере. Таким образом мы фиксируем... Ага. Наверняка это какой-то ритуал. Или, возможно, танец. Да, ну, зафиксировать, как вы видите, мы способны. Даже NPC. Но проблема в том, что из динамических костей, или я не знаю, как это называется, мы зафиксировали только одну. Все остальное по-прежнему работает и передвигается в пространстве. И выглядит это как мучение, честно говоря, как будто он задыхается. Ему нужна скорая помощь. А мы просто наблюдаем за ним. Но, неужели это жестокость? Давайте избавим его от страданий. Так, ну, мы выяснили. Мы выяснили, что это работает. Это действительно работает. И, может быть, даже получится действительно сооружение какое-то сделать. Селепашки. Из фордов. Как вы знаете, если спавнить их друг друга на плечи, то они удержаться не смогут. Но если мы воспользуемся нашим замечательным манипулятором, то, возможно, у нас даже что-то и получится. Так, давайте просто вот так зафиксируем, чтобы он не болтался. Так, все, зафиксирован. Да он, конечно, разворачивается теперь. Тихо-тихо-тихо, дружище, не дергайся. Он теперь, наоборот, отворачивается от меня. Да перестань ты. Черт, его трясет озноб, видимо. Или инсульт. Спокойно, спокойно. Так, теперь нам нужен следующий. Уважаемый форд. Пришим, я второго случайно схватил. Давайте как-нибудь попробуем вот таким вот образом. Боже мой. Кажется, ему понравилось. Вот таким образом хотел его разместить. Да, но просто так зацепиться он, конечно, не в состоянии. И уж тем более встать на нем. Хотя, смотрите, вот это было неплохо. Если бы действительно мы могли... По голове дал. За что? За что? Видимо, отнекивается, отбрыкивается. Мне нравится. Ему мужская компания, мужская любовь. Так, ну-ка, давайте попробуем повторно. Да, слушайте, мы можем по частям его фиксировать. И тогда это действительно сработает. И теперь с легкостью помещаем. Вот только гляньте, что получается. Смотрите, он встает с легкостью. Еще развернуть бы его изяно. Так, хватит, хватит дрогать ногами. Все, успокойся. Фиксируем ноги. Блин, к сожалению, ступни не зафиксировать никак. Он по-прежнему... По-прежнему дергается. Так, это было слишком похоже. Главное не переборщить. Чего ты так на меня смотришь? Это эксперимент. Очередной наш научный эксперимент. Сейчас, смотрите, я залезу на него. Опа! Блин, чуть-чуть не хватает прыжка. Есть, схватился. Так, и теперь аккуратно могу залезть на форды. Но я-то уж точно должен стоять. Вот это, братья-акробаты. Великолепно. Великолепно. Что ж, в подвешенном состоянии он остался. В моральном и физическом. Пожалуй, больше его беспокоить не будем. Давайте попробуем зафиксировать в пространстве еще кого-нибудь. Например, уважаемую проекцию. Посмотрим, как она будет себя вести. Итак, подбросили. Она начинает вращаться вокруг своей оси и затем разваривается. Похоже, проекция не справляется с могучим инструментом. Так что не все так гладко. Ну-ка, за шар. Так, ну вроде как получилось. А теперь давайте заспавним форды, допустим. Сможет ли проекция работать? Так, ну форд подходит. Форд подходит. Пытается достать. Проекция, к сожалению, нацелится нормально. Не в состоянии. Боевая стойка. Знаете, мне кажется, можно использовать эти проекции как светошоу. Представьте, если заспавнить множество проекций, и затем зафиксировать их в воздухе, то и диско-шар не нужен. Будет красиво. Давай подсажу, дружище. По-моему, в паховую область просто воткнул ему ствол. Так, ну что ж, форд справился. А теперь мы зафиксируем его в воздухе. Где-то вот здесь. Так, зафиксировали. Затем мы возьмем и заспавним нулевого. И также его зафиксируем. Но рядом. Посмотрим в итоге, кто выйдет из этой схватки, из этого противостояния. Победите. Так, ну пока что нулевого, честно говоря, не замещает противника. Вон там. Глянь. Видишь? Так, кажется, он его заметил. Да, ема. Блин, это сцена из фильма какого-нибудь. Ну только гляньте, как раскачивается. Удар был совершен. Удар по заднице. Резкий хлопок. И затем множественные подсечки. Или, по крайней мере, попытка. Подсечь. Но, тем не менее, нулевого не очень получается. И, к сожалению, обратно разморозить его, наверное, не получится. Хотя нет, смотрите, я перемещать его по-прежнему могу. С помощью именно манипулятора. Но это не могло никак. Результата никакого. Он по-прежнему раскручивается. А если я нажму повторную кнопку, я просто повторно его фиксирую. Именно разморозить, по всей видимости, объект нельзя. Ну-ка, давайте попробуем сделать это с коробкой. Допустим, я зафиксировал. Да, смотрите, коробку я теперь даже взять не могу. Хотя нет, смог. Да, и смог разморозить. Но как-то это странно работало. Каким-то образом мне удалось ухватить. Видимо, я повторно на Б нажал. Да, зажать курок и затем повторно нажать на Б. Но с НПЗ так не получится сделать. Потому что много точек хвата. Я просто, да, буду фиксировать постоянно различные конечности. Бедолагий застрял как... Хотел сказать верблюд, как страус. Засунул голову в асфальт. В нашем случае. Хотя я не уверен, что это асфальт. Так, что-то приуныл предыдущий. Устал, похоже. Жестокая смерть. Это даже хуже, чем повешение. А, нет, он просто уснул. Бедолага. Проснулся. Ладно, все. Ты наказание свое отбыл. Свой срок. Все, развлекайся где-нибудь за пределами нашей реальности. Этот устал окрутится вокруг своей оси. Это называется после... После десяти бутылок на вечеринке. Примерно так вы будете танцевать. Так, ну что, давайте еще кого-нибудь попробуем зафиксировать. Если я зафиксирую турель, будет ли она работать? То есть вопрос интересный. Давайте сейчас это и выяснимем. Так, во-первых, я ее закрыл. Теперь аккуратно попробуем зафиксировать. Как-нибудь под углом. Вот так, например. Это она снова начинает вокруг своей оси кататься. Но при этом пару раз постреляла, но вроде как она сложилась. Или не сложилась. Трудно сказать. Кнопка нажимается своей по всему периодически. Да, короче, турель заставить полностью функционировать. Теперь мы ее убрать не сможем. Нормально полностью функционировать не получится. Так, ну что ж, давайте краба в таком случае еще попробуем зафиксировать. Посмотрим на его поведение. И изучим вдоль и поперек. Я даже кнопку, кстати, схватить могу. Ну-ка, а если я ее зафиксирую? Да. Защита от дураков. Теперь никто не заспавнит. Если вы здесь собираетесь творить вакханалю, никто не упадет на кнопку и не заспавнит противника. Так что инструмент действительно полезный. Так, ну что ж, давайте в прыжке возьмем и зафиксируем. Теперь дрыгаются лапки, лас наблюдает за мной, раскручиваться продолжает турель. Но сделать мне ничего краб не сможет. Давай, я надену тебя. Ну, показывай свое изображение. Теперь он беспомощный. Ну-ка, давайте кого-нибудь заспауним. Например, Форды. Посмотрим, лезвие до сих пор рабочее. Сегодня мы, похоже, придумываем способы казни. Выглядит все жестче и жестче. Да, кстати, Форд веселится, ведь ему весело. Он даже пытается уничтожить этого краба. У него, правда, не очень получается. Он лапку ему отбил, кстати. И в глаз дал. Прямо четко. Итак, еще один удар по омертвевшей лапке. Да хватит, хватит издеваться над этой лапкой. Неплохой удар в челюсть, в область, не знаю, у наушников. В нашем случае. Да, и теперь обморок небольшой. Он осознал действительность, что вообще происходит. Но он еще готов сражаться. Почему-то он бьет именно по этой лапе. Видимо, неудачное расположение. Хотя вот сейчас снова в область подбородка. И продолжает, продолжает колотить лапу. Сколько потребуется Фордов для того, чтобы победить королевского краба? Чуть и краба еще одного не заспомнил. Мне кажется, как минимум два. А может быть и больше. Чувствую, что это надолго. Но он, смотрите, уже... Уже другую тактику применяет. Подошел сбоку. Так, это вставать даже отказывается. Давайте, ребята, просыпайтесь. Втроем вы точно должны справиться. Так, резко разворачивается. Все, теперь у каждого по лапе, так сказать. Каждый должен справиться со своей лапой. Это, можно сказать, рейд на босса в MMORPG. Один, правда, в кнопке застрял. Он сейчас нажмет на кнопку, заспомнит турели, а она их всех убьет. Примерно так должен заканчиваться рейд. Да, похоже, они не справятся. Ладно, давайте еще двоих. Давайте еще двоих. Я предлагаю прямо здесь их заспомнить. Не заморачиваться с кнопкой. Один. Второй. Может быть, третий. Может быть, теперь будет достаточно? Да, мы, конечно, можно сказать, над крабом издеваемся, зафиксировав его. И все, что ему остается, это смотреть своим печальным глазом вдаль насквозь. Принять свою судьбу. Он дрыгает еще задними лапами. Да, они все-таки заспомнили еще одного. Но вот этого я и боялся. И еще одного. Мне кажется, они подписали себе смертный приговор. Но, возможно... Друзья, крабы спасут его? Никто не знает, как все это обернется. Бесконечная война крабов с фортом. Бессмысленное кровопролитие. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok